всем привет вы на канале вяжем дома и сегодня в этом видео мы с вами с вами свяжем вот такой вот шарф узором английская резинка это наверное самый универсальный шарф этот узор для шарфа мне больше всего нравится но вы не переживайте вязать как вязать шарф я вам показываю не на черных ниточках а вот на этих светленьких и так давайте непосредственно приступим к самому вязанию вязать шарф я буду из такой вот пряжи это у меня бобинная пряжа я не так давно выкладывала пить его мужской шапки с идеальной посадкой вот я вязала из этой пряжи у меня она еще осталось вязать буду в две ниточки здесь метраж в 100 граммах 300 метров 2 нитки буду вязать на спицах номер 5 набирать я буду 26 петель вы можете набрать любое другое количество но оно должно быть кратно двум примерные размеры вообще взрослого шарфа на 150 170 сантиметров ширина 20 сантиметров а детский примерно ширина 15 и длина 110 120 сантиметров все оно все зависит от возраста ребенка вязать и шарф буду какой вот из этих но покажу вам на светлых ниточках чтобы лучше было видать а готовы работу уже шарфа я покажу вам ну в готовом виде вы обычным классическим способом набираете кратное четное количество петель ну то есть чтобы делилось на 2 сколько вы уж рассчитайте сами под свою плотность вязав образец постирайте его и померите первый ряд мы вяжем следующим образом мы делаем накид накид вот так и первую петельку снимаем как бы с накидом особенность вязания шарфа английской резинкой что у шарфа нету кромочных петель сняли с накидом дальше 1 лицевая вот так я ниточку перекладываю на спицу и снимаю вот с этой петлей и у нас сразу же получается и накид и петля сняли 1 лицевая опять петельку сняли 1 лицевая и так вяжем до конца ряда сняли лицевая сняли и лицевой закончили мы всегда будем заканчивать ряд лицевой переворачиваем 2 и все 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 последующие ряды до закрытия шарфа в вяжем следующим образом так сняли накид петельку снимаем дальше лицевую вот эти вот 2 петельки лицевая и накид вяжем вместе лицевой дальше у нас идет изнаночная ее мы снимаем с накидом 5 делаем накид снимаем дальше вот эту петельку вместе с накидом провязываем лицевыми следующую петельку опять делаем накид кладем ниточку на спицу и снимаем вместе с накидом дальше следующую петлю с накидом провязываем вместе лицевой опять снимаем с накидом лицевая вот эту изнаночную с накидом снимаем следующую петлю вместе с накидом вяжем вместе одной петлей лицевой дальше сняли с накидом последний у нас идет петелька и накид ее вяжем лицевой петлей переворачиваем вязание опять первую петельку делаем накид и и снимаем вместе с накидом следующую провязываем лицевой следующую изнаночную снимаем вместе с накидом дальше идет у нас лицевая петля и накид и и провязываем вместе лицевой и так опять повторяем до конца ряда последнюю последняя петля с накидом вяжется лицевой все таким образом мы вяжем на нужную нам высоту шарфа не высоту как бы длину шарфа я потом провяжу и скажу сколько я вам провязала и покажу как закрыть петельки смотрите я немножко провязала еще образца чтобы вы понимали как он должен выглядеть то мало ли где-то накутали и не поймете вот как выглядит она такая объемная резинка с двух сторон смотрится одинаково очень очень хорошо тянется и с этой сторонке точно так же отличается где право где лево вот только наборным краем вот здесь вот косичка идет а вот здесь как бы изнаночная сторонка а так все кромочные вот кромочная так смотрится вот это также смотрится видите вот так вот получается главное рассчитать петельки но это сделать очень 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 просто просто связать образец и обязательно нужную на вам высоту все я связала шарф весь уже его закрыла вот он с одной стороны и вот с другой я даже не понимаю где я его закрыла и как закрыть шарф я вам также покажу на светлых ниточках смотрите первую петельку мы снимаем следующий у нас идет лицевая с накидом и и вяжем лицевой накидом лицевой накид также провязываем вместе дальше вот эту первую петлю набрасываем на провязанную далее у нас идет изнаночная и и вяжем изнаночной и на нее набрасываем также предыдущую петлю сильно не стягивая тяга и дальше лицевая с накидом вяжем лицевой набрасываем предыдущую петлю дальше 5 изнаночная набрасываем предыдущую петлю и так мы вяжем до конца изделия закрывая все все петельки вот так у нас получается такой краешек так с изнаночной сторонке он смотрится принципе какой наборный ряд и вот так вот с лицевой надеюсь все понятно давайте еще разочек 2 вместе предыдущую петлю изнаночная предыдущую набросили все вот смотрите у меня шарф я связала у меня получилось метр 60 вязала мужу него рост метр восемьдесят еще бы сантиметров на 10 хотелось бы по длине но у меня просто не хватило пряжи у меня в бобинке из которой я вязала было ровно 200 грамм вот хватило на шарф метр шестьдесят три он даже где-то у меня примерно так но вы знаете когда его связала он у меня был метр пятьдесят метр пятьдесят три после стирки он вытянулся на 10 сантиметров надо это тоже если что учесть вот надеюсь видео вам понравилось шарфик тоже на мой взгляд это отличная модель и особенно для мужского шарф шарфа не забывайте подписываться на канал если есть какие-то вопросы задавайте в комментариях под возможно по возможности постараюсь всем ответить всем пока